друзья мои всем привет сегодня будет очень интересное видео я продолжу тему выращивания рассады сегодня я вам расскажу об одном очень эффективном стимуляторе развития роста рассады который можно купить в аптеке также он продается в виде таблеток также он продается и в садовых центрах в виде готовых растворов но я вам покажу как пользоваться этим препаратом из аптеки он способствует во-первых улучшение состояния растений после пикировки быстрее на раз наращивается корневая система растения становятся более низкорослыми крепкими приземистыми коренастыми у них не так сильно вытягиваются стебелек и междоузлия становятся короткими в общем очень хорошие средства по стимуляции роста растений а также это и средства полезные человека в том числе для человека но мне я сегодня буду рассказывать о его пользы для растений в том числе сейчас вам покажу как его приготовить и как им пользоваться применять его можно как на томатах также на баклажанах и перцах прежде чем я начну свой рассказ я как обычно предложу подписаться вам на канал если вы до сих пор не подписаны чтобы не пропустить мои новые видео если у вас возникнут вопросы обязательно задавайте их в комментариях отвечу на все вопросы и любому комментарию конечно буду рад также если вам данное видео понравится можете поставить в конце значок лайк и так давайте приступим к приготовлению средства как я сказал оно хорошо стимулирует корнеобразование в том числе хорошо стимулирует развитие самого растения единственное его и нельзя применять если растения больные если они болеют черные ножки вот это вот это средство применять я вам не рекомендую так как она может поспособствовать усилению вот этих самых грибковых заболеваний но как стимулятор развития если растение значительно здоровый она очень хорошо себя показывает и так приготовил я опрыскиватель здесь у меня примерно ну в общем общий раз общий объем грунта общий объем воды должен быть один литр налил я вот сюда вот небольшое количество теплой даже я бы сказал горячей воды и добавлю я вот такое вот средство из аптеки называется это янтарная кислота как я уже говорил и и в принципе можно оно и полезно в том числе и для человека можно ее пить как биологически активную добавку вот так вот выглядит таблеточка я уже одну достал на один литр воды нам нужна одна таблетка растворять ее лучше в теплой ну либо в горячей воде бросаем таблеточку можно ее конечно предварительно растолочь ну а если вода горячая то она в принципе в ней хорошо растворяется пока таблетка растворяется я вам также дам еще пару полезных рекомендаций что раз уж я завел разговор о стимуляторах роста растений чем я пользуюсь смотрите еще одно очень классное средство из аптеки это перекись водорода трехпроцентная на 1 литр обычно используется примерно 1 столовая ложка перекиси для опрыскивания в том числе можно и поливать воду но конечно экономнее это опрыскивать из расчета 1 столовая ложка примерно 20 миллилитров перекиси водорода на литр на полтора литра воды примерно вот в такой пропорции очень хорошо рассада и и воспринимает ну и хорошо всем известный препарат которым я тоже очень часто пользуюсь это и пин экстра одна капля на литр воды также очень хорошо снимается стресс у растений особенно после пересадки пикировки ну вообще хорошее средство вот эти средства в принципе можно чередовать при выращивании рассады в я их применяю часто это все проверено уже не один год использую и вам рекомендую ну и сейчас таблеточку у меня растворилась я и сейчас раствор заправлю в опрыскиватель и обработаю рассаду ну вот смотрите буквально за несколько минут все растворилась хорошо переливаю я в опрыскиватель и объем воды у меня доходит до одного литра если вы в большой опрыскиватель будете этот раствор готовить то одна таблетка на литр воды соответственно 10 таблеток на 10 литров воды расход ну и вот таким вот образом мелкокапельным поливом я опрыскиваю растение как видите тут попадаются мне цветочные это вот сейчас вы видите рассаду астры если не рассада петрушки там чуть подальше рассада петуни и всем по чуть-чуть достается рассада томатов также тут у меня рассады ежевики рассада перца перцу тоже перец хорошо очень воспринимает эту подкормку эту стимуляцию единственное что я вам не рекомендую конечно допустим перец поливать данным раствором потому что некоторые советуют и рекомендуют в том числе и полив под корень но все-таки это кислота а перец очень не любит закисленную почву поэтому поливать я не рекомендую опрыскивать рекомендую всем большое спасибо за просмотр до новых встреч всем хорошего пока пока